Всем привет! С вами подкаст «Базовый блок». Это подкаст про блокчейн. Я Сергей Тихомиров и Иван Ванницкий также в эфире. Привет, друзья! Наш подкаст захвачен компанией SmartDeck, потому что у нас в гостях Павел Кондратенков и Евгений Марченко, разработчики из компании SmartDeck, которые расскажут нам и вам и всем про обновления в эфириуме, которые известны под кодовым именем «Истанбул». А туда на самом деле входит очень много всяких вещей, про что мы сегодня поговорим. Привет, ребят! Привет! Привет! Ну что, расскажите в двух словах сначала вообще, что происходит, что за хардфорк, чем он отличается от Константинополя в базовых вещах, и потом будем обсуждать уже всякие подробности. «Истанбул» — это следующий хардфорк после Константинополя. Строго говоря, после Санкт-Петербурга, конечно. Это был фикс Константинополя, который вышел одновременно с ним. Он заметно больше, чем предыдущий хардфорк. Сейчас для него предложено 28 ейпов, и, соответственно, сейчас хардфорк двигается по его таймлайну. Были сформированы, собственно, отобраны эти предложения по улучшению. Сейчас они все находятся в состоянии драфта. До конца лета они должны быть либо одобрены, либо, соответственно, удалены из «Истанбула». Восьмое место — это что? Восьмое место — это август. В середине августа, соответственно, предполагается запустить уже хардфорк на тестнетах. Там, Робстон, Гёрли, или что у них будет использовано для этого. И в середине октября предполагается, что, собственно, этот хардфорк выйдет на мейнете. А я помню, ты говорил, что многое, что не вошло в Константинополь, войдет в «Истанбул». Правильно ли я понимаю, что таких вещей действительно достаточно много, которые должны были войти в Константинополь, но по тем или иным причинам туда не попали? Ну, точно в Константинополь не попал ЕИП-1283, тот самый про изменение стоимости газа для записи в сторидж, в котором в последний момент нашли уязвимость и из-за этого вообще откладывали Константинополь лишний раз. И про который у нас был выпуск номер 56, где Евгений при этом рассказывал, поясняю для слушателей. Да, но в остальном я не думаю, что это было как-то метил или в Константинополь, не включили и теперь перенесли. Мне кажется, что, в принципе, если мы касаемся Константинополя, можно немножко рассказать, что поменялось с тех пор. Ну, во-первых, как выяснилось, сам процесс подготовки хардфорка имеет какие-то изъяны, и его немножко доработали. В целом, этот процесс регламентируется, наверное, ЕИП-ом номер один, который рассказывает о том, какого типа ЕИП-а бывают. В частности, важные для нас это, наверное, мета ЕИП-ы, которые описывают процессы, и в частности ЕИП-233, который описывает процесс хардфорка. А есть ли мета-мета ЕИП-ы, которые описывают мета ЕИП-ы? Ну, это более-менее ЕИП-один. Соответственно, 233-й про то, как готовятся хардфорки, какие этапы они проходят, какие созвоны должны быть, не знаю, разговоры и так далее. Его существенно доработали в апреле. Собственно, это был, видимо, ответ на неудачи с Константинополем. Там расширили, добавили новые блоки, протесты, еще что-то. Можно посмотреть при желании. Помимо таких, как бы, централизованных усилий, возникла группа, которая называется Cat Herders, простите мой английский. По сути, это объединение энтузиастов и заинтересованных людей, без всяких обязательств между отношением друг к другу или к Эфириум Фондейшн, или еще кому-то. Кто хочет помочь Эфириум Фондейшн с какими-то организационными вопросами? То есть, например, если был назначен созвон, то прийти на него и сделать запись, выложить ее. Если в какой-то момент нужно, не знаю, проверить нужный ЕИП и либо принять его, либо отклонить, приближается дата, они, соответственно, напоминают всем о том, что вот эта дата приближается, нужно что-то сделать. Вот. Если я правильно понимаю, они же, в общем, инициировали сбор средств на аудит PROC POV, который, в общем-то, так пока и не завершился, и если я правильно понимаю еще... Даже не начался, насколько я... Да, Паш, можешь ты что-то сразу забегать вперед про это скажешь? Нет? Да, в принципе, PROC POV это такой ЕИП, который предполагает изменения в самом алгоритме майнинга, и он должен был сделать так, чтобы разница в производительности асиков и ГПУ уменьшилась, и таким образом сделать асики не такими выгодными. Но его предложили, но что-то пока аудит откладывается, откладывается, и почему-то есть такое смутное ощущение, что они не успеют Кастамбул его сделать. Если мы затронули тему PROC POV, то у нас появилась новая рубрика «Вопросы от слушателей», которую мы, в отличие от программы «Статус» на Эхи Москвы не в конце делаем, а прямо где попало. Спрашивали Дмитрий Хавратович в нашем чате в Телеграме, ББЧат, можете тоже присоединяться, мы там будем анонсировать новые выпуски и собирать вопросы. Так вот, Дмитрий Хавратович спрашивает, почему для нового ProofWork был произвольно выбран некий дизайн без открытого соревнования и объявления требований заранее? Мне кажется, это очень хороший вопрос. Да, вопрос хороший. Если я правильно понимаю, он как бы был выбран, потому что он был. Из одного варианта? Примерно, да. Возникла группа людей, которые решили, что текущий алгоритм им не совсем нравится, то, что он, конечно, достаточно ASIC-резистент, но ASIC все равно получает преимущество примерно двухкратное. И поэтому для майнеров выгодно вообще закупать такие ASIC-резистент. Работа не требовала отвлечения core-разработчиков и так далее. Они просто сказали, люди, у нас есть проработанное решение, давайте его вольем. Нет, подожди, мне кажется, тут как-то хочется разделить два аспекта. Во-первых, мотивацию, зачем вообще оно нужно, а во-вторых, имплементацию. Вот если говорить про мотивацию, можешь пояснить, ну, по крайней мере, насколько вы понимаете мотивацию людей, которые это делали? Ну, грубо говоря, зачем вообще нужно бороться за ASIC-резистент? И что такого уж плохого произойдет, если ASIC и будут? По крайней мере, в том виде, в котором они сейчас существуют. Я вот не совсем понял аргумент с Proof of Stake. Что там осложнит переход на Proof of Stake? Ну, Proof of Stake выкидывает майнеров. По крайней мере, выкидывает оборудование майнеров. А уж ASIC-резистент, узкозаточенность становится просто ненужным железом. Соответственно, как бы переход должен будет сопровождаться хардфорком, а за хардфорк голосуют майнеры. Если будут майнеры, которые купили ASIC-резистент, они будут, в общем, вероятно, будут противостоять подобному хардфорку и мешать пытаться отложить, замедлить переход на Proof of Stake. Такое развитие событий, ну, считается, видимо... Нежелательно. Нежелательно. Да, спасибо, Серж. А почему они не будут мешать переходу на этот модифицированный Proof of Fork, который будет ослаблять их преимущество? Потому что у них, предположительно, пока ASIC-ов либо нет, либо их довольно мало. А, то есть мы предупреждаем тот процесс, который может произойти в будущем. Ну, типа, какой-то производитель анонсировал, что сделает ASIC-и для эфира. Ну, Bitmain, я думаю. Наверное, да, я не следил. Соответственно, пока, даже если ASIC-и есть, их доля, ну, какая-то умеренная. И, в общем, большая часть майнинга осуществляется на GPU. Соответственно, если у тебя там огромная GPU-ферма, ну, сейчас ты майнишь эфириум, завтра майнишь третью криптовалюту, послезавтра, не знаю, гоняешь искусственный интеллект и машины по Нью-Йорку. Отдельно стоит отметить, что тайм-бомбу никто не отменял. То есть, если хотя в этом хард-форке она не отложена, насколько я понимаю, то в следующем ее, возможно, и опять отложат или еще что-то. И фактически в майнерах нет выбора, переходить или нет. То есть, рано или поздно они перейдут на хард-форк. Да, кстати. У нас про тайм-бомбу тоже у нас есть вопрос от слушателей. Давайте мы с прок-повом закончим, прежде чем перейти к тайм-бомбе. Ну, окей, если мы определились с мотивацией, тогда давайте поговорим про то, чем, собственно, прок-пов отличается от того, что есть. Является ли это просто заменой хэш-функции, или это какое-то более сложное изменение самой структуры proof-of-work? Ну, в целом, как бы это тоже proof-of-work, только в нем задача, которую решают майнеры, она не постоянна. Она периодически немножко случайным образом изменяется. Ну, в рамках какого-то набора, скажем так, функций, довольно широкого. Из-за этого вот эту случайную часть почти невозможно нормально сделать в ней ASIC. Фактически нужно делать general-purpose какие-то вычисления. И таким образом мы приходим к тому, что там более-менее единственное, что можно выкинуть из видеокарты, это несколько специальных там элементов, отвечающих за графику. И то, видимо, не все. Поэтому получается, что фактически нужно делать почти такие же видеокарты, как выпускаются промышленно, только, там, не знаю, 10% площади можно выкинуть. Ну, и тогда как бы внезапно выясняется, что ASIC, конечно, сделать можно, но, в общем, за счет эффекта масштаба он не будет сильно дешевле обычной видеокарты, и он не будет как-то иметь какое-то существенное преимущество. Оценка, что ASIC будут давать 10-20% прироста производительности, ну, там, показателей, скажем так, по сравнению с обычными видеокартами. Но эта задача, это по-прежнему вычисление хэша с определенными свойствами, или это какого-то другого рода задачи? По сути, вычисление хэша, да. Просто хэш немножко разный в зависимости от времени. А время определяется из какого источника? Ну, это настройка прайм-треалгоритма, там раз в несколько часов, по-моему, может быть, чуть быстрее происходит переключение на следующее вот это рандомное вычисление. Не знаю, насколько глубоко хочется закапываться, но у меня вот почему-то не складывается представление, почему, ну, почему это принципиальное какое-то изменение. То есть... Это не принципиальное изменение. С точки зрения всего, кроме железа, которое майнит, в общем, ничего не меняется. Оказывается, влияние только на железо. Соответственно, если ГПУ, ну, они считали одну математику, теперь считают чуть другую математику. ГПУ это, в общем, не касается, получается. Майнеры, там, ASIC, которые были жестко заточены под конкретный алгоритм, да, их сейчас, получается, ну, старые ASIC выбрасываются, а новые — это, по сути, те же самые ГПУ. Поэтому, в общем, делать новые ASIC под этот алгоритм, ну, практически лишено смысла. Окей. Ну, на самом деле, изначальный вопрос, с которым вы начали, мне кажется, он так как-то и остался повешен в воздухе, но, видимо, просто на него нет ответа хорошего. Поправьте меня, если я не прав. Допустим, если у нас, как бы, мы согласились, что наша мотивация — это избавиться от ASIC'ов, какие-то первые разработчики, которые этим занялись, предложили первый дизайн, который они разработали, и все сказали, окей, let's go with it. Не было такого, как вот разрабатывается настоящая криптография, что объявляется конкурс, на конкурс составляется куча кандидатов, дальше эти кандидаты друг против друга соревнуются каким-то образом и так далее. То есть просто у нас есть какая-то vaguely defined цель, мы предложили какое-то решение, и дальше оно уже идет в продакшн. Там будет аудит, аудит, если он не покажет каких-то уязвимостей, видимо, оно дальше пойдет реально в обновление. Ну да, такого открытого конкурса, особенно до заранее объявлено, не было. Ну, я думаю, просто когда у тебя уже есть одна заявка очень сильная на всякие слабые заявки, типа, а я вот подумал, что я могу круче, как бы, очень легко ответить, ну, покажи код. Как бы, при этом, если кто-нибудь пришел бы, предложил бы альтернативную какую-то имплементацию, да, или хотя бы сильно проработанную идею, и никто бы ей не сказал, что, знаете, вот у нас уже одна есть идея, поэтому вас мы рассматривать не будем. То есть это история о том, что одна команда захотела и сделала, а никто другой не захотел в это по-настоящему ввязываться. То есть, да, на самом деле, мне кажется, проблема ASIC-резистент алгоритмов, она как бы, не нужно специально поднимать этот вопрос, это как бы известная проблема. Ну, если это считать проблемой, конечно. И просто кто-то действительно предложил решение, и если оно работает, то почему бы им не воспользоваться, если кто-то это уже сделал. Если кто-то другой что-то предложит более хорошее, естественно, это включено, как бы эта проблема уже давно стоит, ну, относительно, опять же, давно. Я считаю, что не нужен тут специального какого-то конкурса. При том, что, конечно, другие решения тоже будут внимательно изучены, рассмотрены и так далее, на равных правах. Окей. Но тогда перейдем к следующему вопросу от слушателей про бомбу сложности. Никита из БВЧата спрашивает, зачем бомбу сложности постоянно откладывают, а не выключают вообще? Насколько она вообще нужна? Не служит ли она принуждением к хардфоркам, которое на словах opt-in? Какая история обсуждения этого вопроса среди разработчиков? Что вы можете сказать на этот счет, друзья? Ну, она, конечно, служит как принуждение к хардфоркам. С этим спорить не надо, мне кажется. Да, и, например, вот, когда Константинополь откладывался-откладывался, блоки стали реально выходить реже. Там, по-моему, доходило до где-то 23 секунд между блоком в среднем, а сейчас это примерно 13,5 секунд. То есть сеть реально просеяла почти полтора-два раза. Мне кажется, что важная причина, почему хардфорки в эфире нужны и важны, и почему их нужно принуждать, это потому, что у эфириума с очень давних времен где-то на горизонте маячит Proof of Stake. И мы, конечно, к этому приближаемся, там активно идет с разработкой Эфириум 2.0, но это всегда как бы некоторая штука, которая в отдалении где-то находится. И условный майнер мог бы решить, что там, окей, есть текущая версия, и мы на ней и останемся. Или не майнер, а кто-то другой. И вот этот механизм, который гарантирует наличие хардфорков, он как бы держит всех, ну не в том, что в напряжении, но в тонусе, скажем так. Все понимают, что они будут, что нельзя рассчитывать на то, что вот такая версия, которая есть сейчас, она у нас вечна. И вообще, как бы Эфириум, это, как мы знаем, research project, на нем нельзя строить ничего в продакшене и прочее бла-бла-бла. Слушай, ну тут возникает сразу возражение, которое, по-моему, опять же было обсуждено в чате. С одной стороны, почему нам не признать тогда, что просто у нас централизованное управление и форки у нас не добровольные, а обязательные? Либо почему, с другой стороны, не взять и не принять просто отдельным хардфорком выключение таймбомбы и сделать их по-настоящему добровольными? Ну, последующие форки сделать по-настоящему добровольные, чтобы уже домокловым мечом не висела эта бомба, и мы могли действительно решать, хотим мы там тот же Истанбул или нет. Ну смотри, то, что таймбомбы есть, это не означает, что разработка Эфириума совсем уж централизованная. Все-таки люди и до этого поднимали вопрос, там, нужно ли выключать таймбомбу или нет. Она в какой-то степени централизована. Там есть core разработчики, это правда, их не очень много, это тоже верно. Но, мне кажется, теоретически, конечно, можно было бы признать то, что таймбомба — это принуждение к хардфоркам, и, конечно, это так понятно, и выключить ее. Но все-таки, мне казалось, Эфириум еще в родмапе прописывал переход к Proof of Stake когда-нибудь, и как бы таймбомба действительно позволяет достичь этого, потому что майнеры не могут просто взять и отказаться от следующего хардфорка. Действительно, если мы возьмем Proof of Work и сейчас выключим таймбомбу, то станет как бы более честным голосование за хардфорки, но в то же время сложнее станет прийти к Proof of Stake. Это изначальная была цель в какой-то степени. Ну, еще есть, например, такой сценарий. Признать, что Proof of Stake мы сделаем, допустим, через два года, сделать таймбомбу гораздо более медленной и не откладывать таймбомбу в каждом новом хардфорке. И тогда хардфорки, которые не приводят к Proof of Stake, хотя бы они действительно станут добровольными. Смотри, таймбомбу откладывают, когда запаздывают с обновлением. Вспомним Константинополь. Там произошел баг на Робстон-сети осенью, когда Parity и GES не смогли засинхронизироваться, Parity клиенты и GES клиенты. И тогда Константинополь отложили. Отложили как раз до января. И таймбомбу отложили ровно потому, что сам хардфорк отложили. То есть Ethereum 2.0 отложился. А так таймбомба изначально заложена, что все идет по плану. То есть ее откладывают, только хардфорк сам, ну, Porsche выходит из-за какого-нибудь бага или прочего. То есть вот в Истанбуле таймбомба, с таймбомбой ничего не будет происходить? Пока что в Истанбуле ничего не предполагается делать с таймбомбой, потому что пока что все идет по плану. А, вот оно что. Понятно. Я очень хотел сказать, что как раз, например, в том же Константинополе, где откладывалась таймбомба, заодно происходило изменение, уменьшение награды майнерам. С трех эфиров до двух эфиров за блок. Это довольно сложное решение, которое может быть трудно протолкнуть, противоречит, в общем-то, немедленным интересам майнеров. Но оно важное с точки зрения перехода на Proof of Stake, в общем-то. Потому что в Proof of Stake наград, соответственно, таких не будет. И инфляции в эфириуме в целом будет намного меньше. И таймбомба реально помогала бы, ну, должна была помочь, в том числе, протолкнуть такие решения. В целом, наверное, я бы хотел заметить, что отключить таймбомбу довольно легко. Это много где сделано. Во всяких форках. В приватных сетях, в PON, я так понимаю, тоже нету. Классики вот даже подсказывают. Нет таймбомбы. И поэтому в целом варианты хардфорков, которые полностью удаляют таймбомбу, например, тоже были. Они были предложены, они не были поддержаны корр-разработчиками, и потом как бы не были приняты майнерами. В целом, как было видно по разным событиям, включая вот эту неразбериху вокруг Константинополя, корр-разработчики действительно договариваются с майнерами. И могут сделать это довольно оперативно. И то, что это, конечно, не происходит в какой-то открытом формате, типа всеобщего голосования мощностями, но как бы какая разница? Если я могу договориться с тобой лично по телефону, то, наверное, в общем, это не отбирает у тебя свободы потом проголосовать мощностью за тот или иной хардфорк. Но если мы договорились, то действительно потом переход хардфорка происходит гладко и незаметно, и выглядит, будто бы это как-то все скоординировано. То есть если предположить, что я решил, что я буду продвигать эфириум без таймбомбы, я сумею договориться со всеми майнерами и убедить их в том, что это то, что нужно. И потом эфириум фондейшн предложит очередной перенос таймбомбы, и майнеры скажут нет. Почему? Потому что они скинутся по 100 рублей, не знаю, мне или кому-то, и выкатят такой же хардфорк, но с отключенной таймбомбой. Потому что это несложно. Но судя по тому, что такого не происходит, эфириум фондейшн успешно договаривается со всеми крупными игроками, и все поддерживают их линию. То есть правильно ли я понял, что если мы говорим, по крайней мере, про крупных майнеров, то эфириум фондейшн с ними договаривается, и таким образом наличие и перенос таймбомбы, и принятие хардфорков действительно добровольны, по-настоящему. Ну, предполагая, что эфириум фондейшн, не знаю, не ворует чужих детей и так далее, это выглядит совершенно добровольно. Окей. Ну, я думаю, тогда мы давайте закончим с таймбимбой и перейдем к... Давайте теперь поговорим про ЕИПы. Я смотрю, у вас есть какая-то классификация. Как они вообще устроены в Истанбуле? Ну, как я сказал, ЕИПов много. Предложено 28 штук. Все обсуждать, но мы просто не успеем, поэтому мы как-то подготовились, сгруппировали по тематикам. Одна довольно большая группа посвящена улучшению EVM, то есть это улучшение байт-кода, изменение апп-кодов, какой-то семантики. Это некоторые, скажем так, работы над ошибками. Во многом этой работой занимается такой человек Грег Коллинз. Я с ним общался на ETHCC в Париже. Он говорит, что EVM просто сделана криптографами, которые буквально прочитали учебник по виртуальным машинам для первого курса. Соответственно, он говорит, что... Ну, у него большой опыт в этих вопросах. Он говорит, что нравится она ему, нет, но знает ли он, как сделать ее лучше, да. И поэтому сейчас предложено штук пять ейпов, которые должны улучшить работу компиляторов, оптимизаторов, всяческих анализаторов и вообще приблизить EVM к современному представлению о том, как нужно делать виртуальные машины. Самое интересное, наверное, это две штуки. Одна про то, как происходят переходы внутри виртуальной машины. Сейчас там, ну, есть обход jump и jump-e, условный переход. Они берут свой аргумент, то есть куда надо перейти, берут со стека. Это довольно трудно анализировать, потому что на стеке там может оказаться случайное число, и в общем это нерешаемая более-менее задача. Если вкратце, то этот ейп предлагает сделать так, чтобы инструкция перехода включала в себя метку или набор меток, на котором может быть осуществлен переход. За счет этого, вместо того, чтобы перебирать фактически все возможные, все метки, куда в целом в байт-коде может быть осуществлен переход, нужно будет перебирать одну, две, три. Это существенно упростит анализ и улучшит работу, соответственно, от всех инструментов. Другое интересное предложение, там даже несколько предложений, связано с новым обкодом, который должен сообщать Chain ID, на котором, собственно, развернутся смарт-контракт. Это нужно, наверное, в первую очередь для метатранзакций, потому что представим, что у нас есть какая-то большая система, которая принимает данные метатранзакции, то есть данные, подписанные пользователем, которые так называемые релейеры передают в контракт, чтобы он исполнил волю пользователя. И у нас есть такая система, развернутая в Мейнете, и ее тестовая версия, например, на Робстане. И пользователь решает, что он хочет что-то проверить, посмотреть, как она работает на Робстане, отправляет такую метатранзакцию, она отлично отрабатывает на Робстане. А поскольку контракты в Мейнете и в Тестнете одинаковые, какой-то злоумышленник может взять эту транзакцию, эти данные, которые пользователь отправил, и фактически отправить в Мейннет контракт и исполнить там. А пользователь этого не хотел. Соответственно, новый обход позволит понимать, на какой сети развернут этот контракт, и пользователь своей транзакции сможет указывать, что эту транзакцию я хочу, чтобы исполнили именно в Робстане. И невозможно будет отправить ее в другую сеть. Подожди, у меня такой фоллоу-ап вопрос. А разве контракты на разных сетях, если они даже с одинаковым кодом и так далее, разве у них будет один и тот же хэш? То есть нет там какого-то... Ну, то есть я бы, то есть представьте, сценарий реплея атаки, то есть я беру транзакцию из Тестнета, и я ее переигрываю на Мейнете. Для этого все должно совпадать. Правильно я понимаю? То есть должен быть такой же контракт, с таким же хэшем, с таким же кодом и так далее. Ну, во-первых, не проблема на тот же адрес в разных сетях задеплоить одинаковые контракты. Ты берешь новый приватник, и первая транзакция в Тестнете генерирует адрес ABC, и первая транзакция в Мейнете генерирует тот же адрес ABC. Ну, генерирует контракт на том же адресе. Во-вторых, именно в случае мета-транзакций, как бы та система защиты от реплея атаки, которая есть для обычных транзакций, ну, мета-транзакций это то, что пользователь готовит какие-то данные и подписывает их. А потом третья сторона эти данные отправляет. Используется нонс от третьей стороны. Третья сторона выбирает, в какую сеть это отправить и так далее. Поэтому как бы именно защита от реплея атак, которая реализована на данный момент, она не позволит как бы транзакцию вот этого релеера непосредственно взять и отправить. Но данные, которые он использует, то есть данные от пользователя и подпись пользователя отправить, новые транзакции, нового какого-то игрока можно в любую другую сеть. Потому что это всего лишь данные с точки зрения Ethereum протокола. Какой юзкейс бывает для таких метод-транзакций? Почему я могу захотеть что-то подписать, а потом, допустим, передать это тебе, чтобы ты это зарелелил в сеть, вместо того, чтобы самому это сделать? Самый частый случай – это новые пользователи, у которых до сих пор нет эфира. У них уже есть приватник, потому что его можно сгенерировать локально немедленно, а откуда-то получать эфир – это сложно. И они пользуются услугами вот таких релейеров. А, то есть релейеры за них платят газ? Что-нибудь такое? А получают за это что-то. Ну, там, дальше разные схемы монетизации работы релейеров. Ну что, давай дальше-то поедем. Думаю, с этим мы более-менее разобрались. Да, окей. Следующая категория, которую мы с Женей выделили, это газ-косты. Целый ряд ЕИПов в Истамбуле направлен к разному увеличению или уменьшению стоимости тех или иных обкодов. И первое на самом деле, что бы я посмотрел бы здесь, это то, что не вошло в Константинополь, потому что нашли баг. Это Е1283, который сильно удешевляет запись в слоты, в сторидже, в которые ты уже до этого писал в этой же транзакции. Ну, это полезно для целого ряда вещей. Например, из того, что мне приходит в голову, это можно ставить защиту против реэнтранси. Например, это очень хороший способ, потому что в начале транзакции ты говоришь, что ты вошел в транзакцию, и, естественно, ставишь проверку, что если ты уже в транзакции, то ты, ну, ревертишься, ну, то есть откатываешь ее полностью. Как так? И там была проблема в Константинополе с тем, что не знали, что делать в случае, если ты вызываешь внешний контракт. Когда ты вызываешь внешний контракт, сейчас этому контракту предоставляется всего лишь 2300 газа для его операций. Это в случае, если ты отправляешь деньги. Да, это естественно. В случае, если ты отправляешь деньги, попадаешь в фоллбэк, в функцию, и у нее есть всего 2300 газа. И дело в том, что сейчас запись в сторидж стоит 5000 газа, и, то есть, рентранси атака не сработает ровно потому, что ты не сможешь ничего поменять в стейте другом, потому что тебе не хватит на это газа. Ну вот. А когда, благодаря 1283, очень сильно удешевилась запись в те переменные, которые ты уже менял, то 2300 газа начинает внезапно хватать. И это позволяет делать рентранси атаки. И вот в Константинополе не успели быстро придумать, что с этим сделать. И поэтому решили отложить это изменение. И вот сейчас его пофиксили. Да, по-моему, Женя у нас даже писал статью. Константинополь или хардфорк makes us rethink what tree agency is. Мы ее добавим в шоу-ноты. Так вот. Фикс, который предложили, это EIP 1706. Это просто запретить обкод sstore, если у тебя осталось 2300 газа или меньше. Ну то есть. Идея такая, что 2300 газа не хватало раньше, чтобы поменять хоть что-то в сторидже. Так сейчас пускай мы тоже не сможем менять ничего в сторидже, если у нас осталось газа столько. Это выглядит, честно говоря, как небольшой костыль по мне. Но с другой стороны, сама идея защищаться от reentrancy при помощи того, чтобы оставлять 2300 газа, это тоже изначально выглядело как костыль. Поэтому это костыль, который фиксит костыль. Знаете, что мне кажется костылем? Не знаю, может, такой наивный взгляд. Мне кажется, я про это когда-то уже говорил, но с своей точки зрения высказывал, что вообще вся идея про то, что у нас газ косты захардкор жены в клиентах, это само по себе огромные костыль. Честно говоря, да. И там будет в Истамбуле ряд яипов, которые предполагают, что в будущем косты, например, работы со сториджем, они у нас будут не фиксированные, а такие плавающие. Ну, то есть там дальше есть целый ряд сменений и стейт-тренд. И вот в это хардворк не вошло, а в следующие предполагается, что у тебя S-store и S-load будет зависеть от того, сколько контракт уже занимает место. И то есть фактически, если у тебя контракт жирный... Прогрессивная шкала налогообложения. Ну да, примерно. Если контракт жирный, то, соответственно, дольше к базе данных обращаться, поэтому дороже операции, по идее, с сториджем, и поэтому мы будем за них больше требовать и газа. Как-то так. Но сейчас этого не будет, но это предполагается сделать. Я бы еще хотел добавить, что стоимость обкодов периодически пересчитывается в связи с тем, что она должна примерно отражать реальные ресурсы, которые потребляет EVM для того, чтобы исполнить этот обкод. А эти ресурсы меняются. Можно, например, оптимизировать код клиентов. Или сторидж разросся, и поэтому обращения к нему стали дольше, и вот сейчас вот планируют увеличить Sload. Или добавили прикомпайлы, и поскольку они всегда загружены в память, их не нужно искать где-то на диске, поэтому к ним доступ хочется сделать побыстрее, ну, быстрее хочется его сделать, поэтому подешевле, чтобы мотивировать людей ими пользоваться. И на это нацелены целых два ЕИПа. В Истамбуле ЕИП 1109 и ЕИП 2046. Один из них предлагает ввести отдельный обкод precompiled call, который будет вызывать прекомпайлы за ноль газа. Идея в том, что целый ряд прекомпайлов стоит довольно дешево, ну, то есть в ЕИПе приводится пример, не помню какого именно, но стоимость у нее 550 где-то газа. А стоимость обычного кола 700 газа, то есть просто вызвать сейчас прекомпайл стоит в полтора раза дороже, чем сама стоимость выполнения прекомпайл, что довольно странно. А второе, это предполагается еще уменьшить стоимость вызова прекомпайла при помощи static кола с 700 газа до 40 газа. Здесь, заметьте, не 0, а 40 оставили, потому что нужно менять контекст, и из-за этого хоть что-то нужно доделать. Ну вот. Из интересных вещей еще при оптимайзе газа, что есть ЕИП 11.08, который уменьшает стоимость прекомпайла для работы с одной определенной эллиптической кривой. И почему его уменьшили? Потому что, что ГЭС, что ПАРТИ смогли заоптимизировать свои клиенты где-то в 8 раз в 8 раз. И поэтому газ косты уменьшились где-то в 8 раз тоже. Я хотел бы добавить, что, собственно, 11.09 и 20.46 два ЕИПа про вызовы прекомпайлов. Из них надо выбрать один. И это хороший пример того, что сейчас есть только предложение ЕИПов для хардфорка, но финальный список изменений еще не зафиксирован. Аналогичная ситуация. В принципе, там возникает и с обкодами для ChainID. Там целая серия альтернативных решений, из них надо будет что-то выбрать. Возможно, не одно, что самое смешное. Окей, и это мы, по сути, быстро пробежались по ЕИПам, связанным с газом. А какие еще категории остались у нас? Ну, там есть целая серия про StateRent. Об этом, наверное, Паш в конце подробнее скажет. Есть пара ЕИПов, которые предлагают улучшить работу с аллептическими кривыми. Это в основном нужно для... Ну, для, наверняка, ZK-статков и прочего. Да, для современной криптографии, всяких Zero Knowledge и создание новых протоколов, которые сейчас там либо слишком дорогие, либо вообще не реализуются на Ethereum. Ну, то есть, да, эти ряд ЕИПов, связанные с электрическими кривыми, это один мы уже сказали, это уменьшение стоимости к прикомпайлам. А работа с электрическими кривыми обычно в виде прикомпайлов реализована. И есть целых два ЕИПа, что самое смешное, что они как раз взаимоисключающие, ну, то есть пересекающие, нужно будет выбрать один какой-то. Это позволяет делать просто какую-то арифметику на большом семействе электрических кривых, а не только на двух, как можно сейчас в Ethereum. Зачем вообще могут понадобиться другие кривые? Дело в том, что, ну, исследования ведутся в криптографии вообще электрических кривых, и поэтому, возможно, в будущем какие-то другие будут использоваться. Ну, сейчас какие-то определенные, а через некоторое время никто не знает, что будет. И можно сейчас один раз ввести обновление, которое позволяет делать арифметику на разных кривых. Ну, мне так кажется. Ну, то есть это как раз получается хорошо укладывается в концепцию, в рамках которой Ethereum — это ресерч-проект, и мы для других всяких пруфов-концептов в нашем foundation layer, в наш встраиваем разные elliptic-кервы, чтобы люди там могли творить и фантазировать. Да, смешно, что такую точку зрения, ну, не смешно, интересно, что такую точку зрения отражают создатели EIP, они сказали, что в целом это действительно открывает поле для экспериментов над кривыми, и в целом, что из этого может получиться. Да, и получается, что самые свежие наработки можно будет сразу же пробовать в Ethereum, а не писать свой клиент. Свой блокчейн. Свой блокчейн. Для новой криптографии. Убийцы эфира для зероснарков или еще для чего-то. Да, отдельный момент, что вот мы говорим сейчас прикомпайл, прикомпайл, уменьшить стоимость и эллиптические кривые на прикомпайлах. Также в Истамбуле есть EIP 1352, который предлагает первые два байта адресов от нулевого вообще до 0 и в конце 4F зарезервировать для системных или прикомпайл контрактов системные. Это контракты по треканью всякие состояния стейта. Тут тоже есть такие изменения. Или, например, опять же, те же самые прикомпайлы. Так вот, предлагается зарезервировать первые адреса для них. Отдельный момент, что создатели EIP говорят, что не нужно делать никаких проверок, потому что шанс того, что хоть кто-то сгенерирует такой адрес маленький, крайне низок. Как-то так. Ну, очевидно, их еще не было сгенерировано случайно, таких адресов в этом диапазоне. Естественно, это было проверено, что, ну, AdMits трудно проверить, что нет никакого байт-кода задеплойного. Единственное, кто-то мог сгенерировать и не выложить туда байт-код или не воспользоваться этим приватником как экстренным адресом и так далее. Или сделать create 2, потом sell destruct, что-нибудь такое, но шанс такого все еще довольно... Это можно проверить, все-таки транзакция будет. Ну, то есть, нет следов деятельности на этих адресах, но в теории, может быть, кто-то владеет уже там приватниками или еще чем-то от этих адресов. Я хотел бы добавить, что при этом есть другой YAPE, 1985, который добавляет всякие условно глупые проверки, которых не было, что какие-то параметры, ну, как бы они... Что все параметры помещаются в IND-256, что адрес помещается в 160 бит и так далее. Их почему-то не было и довольно иронично в этом плане, что проверки на... как бы предыдущий YAPE, который мы обсуждали про адреса для прикомпайлов, что там подобной проверки нет. Ну, то есть, да, например, в Solity адрес это юнита 160, если меня память не изменяет. И, соответственно, оказывается, что никто не гарантировал, что адреса не может быть как бы больше, чем 160 бит. Внутри EVM. Внутри EVM, а теперь эта проверка есть. Окей, ну, тогда получается, мы движемся к нашей последней категории YAPE, и это StateTrend. А, нет, еще один. На самом деле, есть еще одно, да, интересное изменение. Мое любимое, честно говоря, если выбирать любимое изменение, есть в Истанбуле. но из самых содержательных определенных. Да. Пройди тест и узнай, какой ты YAPE в Истанбуле. Понятно, я чур YAPE, который YAPE фиксит Константинополь, потому что я люблю кстылик. Я выбрал бы YAPE. Ладно. Окей, так вот, это изменение, это YAPE 1559, это изменение того, как вообще работает маркет в эфириуме, как, в принципе, формируется стоимость транзакций, как выбираются транзакции. это довольно сложные изменения, связанные с тем, как, собственно, вычислять газ прайс, как вычислять комиссии за транзакции и так далее. Сейчас там фактически аукцион первой цены, то есть, кто заплатил больше, во-первых, ту транзакцию и включают в блок, во-вторых, каждый платит именно ту цену, которую он указал. Уже там хорошо показано, что такая система, она довольно плохо определяет цену. Как правило, люди платят больше, чем условная справедливая цена, плюс периодически цены становятся совершенно неадекватными, там, газ прайс летит куда-то в небеса и все от этого. Ну, это не то, что можно отжидать от взрослой устойчивой сети. Хочется, чтобы, если действительно повышенный спрос, там, на 20%, то стоимость увеличивается не в 10 раз, а на какие-то проценты, на 20%, например, те же самые. Вот, и это изменение запланированное, оно, собственно, цель его это как-то стабилизировать рынок и, наверное, еще как бы убрать мотивацию майнеров, которые существуют, как-то нагревать этот рынок, чтобы получать больше комиссий. Соответственно, с ним большая часть комиссии, которую оплачивает пользователь, будет, вместо того, чтобы как сейчас доставаться майнеру, будет просто сжигаться. То есть, это механизм для дефляции какой-то. Соответственно, пользователь заранее знает, какая текущая стоимость, сколько вэев на каждую потраченную единицу газа должна быть сожжена. поверх этого пользователь может указать какую как бы награду. Награду, да. Он хочет предложить майнеров, чтобы его транзакцию включили. И еще пользователь указывает максимальный газ прайс, который он готов платить. Зачем это нужно? Наверное, во многом потому, что вот это количество эфира, которое сжигается, оно меняется динамически. Если транзакция будет долго майниться, она может сильно увеличиваться и получится, что пользователь потратил больше газа, чем он рассчитывал. не больше газа, заплатил больше эфира, строго говоря. Вот эта вот сжигаемая комиссия, она вычисляется, исходя из загруженности блоков. Планируется увеличить максимальный размер блоков в два раза до 16 миллионов. Это само по себе неплохо. И в зависимости от того, насколько заполнены блоки, будет динамически меняться вот эта вот сжигаемая доля. Соответственно, если блоки почти пусты, то сжигаться будет очень мало. Если блоки почти забиты до 16 миллионов, то придется сжигать много эфира, чтобы набить их еще больше. В принципе, я бы хотел дополнительно отметить, что вот расширение, увеличение размера блока это довольно неплохо само по себе, потому что позволяет прогонять более крупные транзакции, что может понадобиться при деплое или каких-то сложных вычислениях и, наверное, сильно поможет всяким проверке zero-knowledge пруфов, потому что там, условно, проверка тысячи операций занимает миллион газа, а 10 тысяч два миллиона газа, ну, к примеру. и, соответственно, то, что появляется возможность засунуть супербольшую транзакцию, те же zero-knowledge подходы, например, позволяют лучше скейлить какие-то вычисления и вообще систему. А какой-то есть лимит, то есть, насколько можно было бы теоретически увеличить максимальное количество потребленного газа в блоке, так, чтобы система не сломалась или не утратила какие-то свои ключевые свойства? Я, может, просто еще что хочу пояснить, это аналогия, которая мне, мне кажется, довольно очевидной с размером блоков биткоина, что есть разное мнение насчет того, надо ли его увеличить или оставить или вообще снять лимит, но там трейд-офф, для меня трейд-офф более-менее очевиден. Если у нас очень большие блоки, то они медленно распространяются по сети и меньшее количество людей успевают их валидировать до того, как приходит следующий блок. То есть, если мы сделаем гигантские блоки, то у нас просто вырастет количество форков. Насколько эта аналогия переносится в мир эфириума? Является ли ограничение на газлимит аналогом размера блока в байтах в биткоине? Да, правильно все говоришь. В эфириуме это, наверное, даже более актуально, потому что в целом куда больше, получается, данных сейчас передается. То есть, размер блока это порядка 20 мегабайт и 20 мегабайт каждые 15 секунд это, в общем, требуется довольно быстрый интернет стабильный. А еще этот блок нужно, собственно, обработать по-хорошему. Это требует вычислительных мощностей, быстрого диска и так далее. То есть, это сложная вообще операция. В эфириуме метрикой обычно выступает количество анклов, доля, и она, в общем, все время снижалась. И вот недавно было принято, собственно, решение увеличить размер блока до 8 миллионов. Там он был 7 с копейками, 7 с половиной примерно. Если я правильно понимаю, это не зафиксировано на уровне протокола, это майнеры могут голосовать за увеличение или уменьшение размера блока. И как бы... Да, потому что была там интересная история году в 2016 или в каком? А, с фома? Да, когда... Там был так код написан, что невозможно было выплатить деньги всем пользователям, потому что транзакция просто не влезала в максимальный размер блока. И тогда Бутерин, кажется, сказал что-то из серии. Ну, майнеры, проголосуйте, увеличите размер блока, протолкните транзакцию, уменьшите его обратно. Вам что, жалко, что ли? Как бы это поможет экосистеме. Да, там была лотерея, в которой очень много людей поучаствовало, и в итоге из-за неаккуратно написанного кода просто нельзя было осуществить выплату. И смешно, что как бы вот этот вот призыв Бутерина, он удался, и действительно, майнеры проголосовали, увеличили максимальный размер блока, протолкнули транзакцию, снова уменьшили его. Да, а сейчас, соответственно, периодически, ну, постоянно идет какой-то мониторинг сети, ее как бы жизнеспособности, того, насколько там майнеры справляются, не справляются с распространением блоков и там обработкой. Соответственно, это некоторые скоординированные действия о том, чтобы там достаточно основных крупных майнеров, которые выпускают большую часть блоков, их скоординировать, их усилия и в целом удается поддерживать стабильным максимальный размер блока, хотя его можно, ну, кто-то может пытаться его изменить. Вот, соответственно, новое предложение, вот этот яйп, он как бы удваивает максимальный размер, но нацелен на то, чтобы майнеры удерживали, создает мотивации для того, чтобы по факту размер блока, там, заполненность блока, точнее, не размер, а именно заполненность блока была всегда около 8 миллионов, оставляя возможность засунуть какие-то очень большие транзакции и, в принципе, например, сглаживая пики повышенного спроса, повышенного количества транзакций, ну, и, как бы, давая плюшки всем пользователям, когда интереса к эфириуму мало и, соответственно, блоки остаются недозаполнены. тут на самом деле еще хотелось бы добавить в проект хип, что лично мне кажется, что у майнеров довольно сейчас неочевидно, по какому принципу наполнять блоки, потому что, ну вот, в данный момент до Истанбулу, это понятно, берешь самый большой газ прайс, транзакт самый большой газ прайс, и пихаешь, пока пихается 8 миллионов, а тут неочевидно, потому что, если ты можешь наполнить свой блок на больше, чем 8 миллионов газа, ну, тогда у тебя base fee, ну, то есть, та часть, которая сжигается, увеличится, фактически количество пользователей уменьшится, то есть, ты получил в short term больше денег, потому что больше типов собрал и больше блок сделал, но, с другой стороны, у тебя количество пользователей уменьшилось, и, то есть, как майнером, какой стратегии придешься, это же вообще неочевидно, и мне интересно, все-таки эта система с обратной отрицательной связью, поэтому максимум она будет колебаться, но я ожидаю, что вообще все поэкспериментируют, поэкспериментируют и придут к какой-то стабильной модели, скорее всего, как раз около того равновесия в 8 миллионов газа в блоке, и при необходимости. То есть, это та же, это та же задача, что просто поиск равновесной цены, и ты исследуешь эластичность спроса, там повышаешь цены на свой товар, смотришь, сколько купят, там уменьшаешь, смотришь, сколько купят и пытаешься максимизировать свою прибыль. Это та же самая задача? Ну, только, как бы, условно, майнеры будут пытаться максимизировать свою прибыль, допустим, да, это рациональное предположение такое, но это будет, соответственно, максимизировать стабильность и безопасность сети автоматически, просто на основании вот этого механизма, и это выглядит очень здраво и полезно. окей, остался у нас только StorageRent, верно? StateRent, StateRent, да. Да, это же был StorageRent. Да, здесь я, почему ее переименовали? Не знаю, честно говоря, вообще, третий документ, есть три версии, естественно, третья версия, последняя, называется вообще StateP.pdf, при этом, все гейпы называют StateRent, поэтому, видимо, автор сам не очень понимает, как называть свой проект. Там же не один автор, все-таки. В гейпе-то он один предложен. Да, здесь я отошлю у слушателей к выпуску номер 63, где мы подробно обсуждали StorageRent, он же StateRent, и сейчас нам, наверное, интереснее всего узнать, на чем в итоге здесь остановились. Паш, ну, в двух словах скажи, что он из себя представляет и какой State у него сейчас. Хорошая шутка, Иван. главная идея StateRent в чем? Я все-таки буду называть StateRent, потому что он у меня так написан. Главная идея в том, что сейчас в эфириуме слишком много стейта забито всяким, ну, не хламом, но не используется вещами. Аккаунты, которые давным-давно неактивны, смарт-контракты, которые тоже неактивны, при этом они все занимают стейт и, значит, увеличивают для всех его стоимость в какой-то степени, потому что, ну, в базу дольше лезть. StateRent — это целый ряд, можно сказать, даже road map изменений, который нацелен на то, чтобы убрать все вот эти вот неиспользующиеся аккаунты и смарт-контракты и как-то так, да. Было три версии. Насколько я помню, первая была предложена где-то осенью прошлого года, третья была предложена, кажется, этой весной, но я могу ошибаться, и предполагается, что все изменения накатят в три хардфорка, и ставится на Истамбул, это первый, однако, я не уверен насчет трех хардфорков, потому что изменения, которые предполагались в первом хардфорке, не все вошли. Давайте посмотрим, какие, в принципе, вошли. Первый — это StateRent, если по их схемке он называется буквой H, ну, если коротко, он про то, что теперь каждый аккаунт, чтобы завести аккаунт, нужно заплатить денег. то есть, для каждого аккаунта теперь выводится отдельное поле Rent Balance, в котором лочатся деньги, которые не достаются никому при создании аккаунта, будь то смарт-контракт, или обычный externally owned аккаунт, всегда есть залоченные деньги. Эти деньги в дальнейшем будут использоваться для оплаты того самого рента, то есть, предполагается в итоге ввести какой-то своего рода налог на аккаунт, и изначально будет выплачиваться из вот этой суммы. Что сказать? Тут есть интересный момент, то, что в этом ЕИПе все еще непонятно до конца, как будут тебе, как ты будешь это платить, и как будет тебе обратно выплачиваться вот эта вот фиксированная часть. Потому что предполагается сейчас, что ты будешь платить ее из газа, ну, то есть, понятно, что есть какой-то газ прайс, и, соответственно, по газ прайсу и цене, которую ты должен заплатить, можно легко вычислить количество газа, которое тебе это будет стоить. И просто в транзакции будет включен дополнительная стоимость газа, и это как раз припеймент для нового аккаунта. А при этом возвращать эти деньги предполагается при селф-дистракте. То есть, если смарт-контракт мы возьмем и вызовем селф-дистракт, то он свой баланс отправляет на какой-то адрес. И туда же предполагается отправлять rent-баланс, вот эту вот зафиксированную стоимость. И вид от нее еще не прописано. Получается, мы платим газом, а обратно получаем эфирами. Ну, вы ими, наверное. Я думаю, тебе надо пойти и там написать это им в комменты. Потому что... Подожди, я не понимаю, честно говоря, что значит, мы платим газом, а получаем эфирами? Платим за газом тоже эфирами, нет? Нет, мы платим за газ безусловно эфирами, но просто смотри, у тебя есть, допустим, фабрика. Какая-то. И, соответственно, когда она создает новый контракт, у тебя просто увеличивается стоимость транзакции в смысле газа. Но при этом у тебя баланс твоего аккаунта все еще какое-то число икс. И обратно тебе возвращают не как рефандом газа, а как баланс. То есть, как именно чистые деньги, которые добавляются на твой баланс. Потому что, если так... Слушай, я придумал аналогию из реального мира. Может быть, это поможет мне или слушателям это понять. Ты арендуешь жилье и у тебя просят депозит за месяц. Как бы, допустим, месячную кладу с тебя берут и держат. Потом, когда ты выезжаешь, либо ты можешь ее получить деньгами, когда ты съехал, либо ты можешь не платить последний месяц. Это та же самая аналогия? Ну вот, да, примерно та же самая аналогия. Да, похоже. То есть, не платить последний месяц это было бы как газом, а получить деньгами это было бы балансом эфиром. Да, и вот сейчас непонятно, как тебе и как это именно устроено. В общем, этого не прописано явно в ЕИПе. И, честно говоря, та часть, которую я не очень понимаю. Надо лезть в комментарии совсем глубоко, видимо. Ну вот, это первое, скорее, изменение. Давайте посмотрим на еще парочку. Одно из них это предполагается теперь, что мы будем трекать, так сказать, нет размер контракта. То есть, как я уже говорил в этом выпуске, идея в том, что в какой-то момент мы хотим операции, связанные с работой со стейтом, с лот, с тор и так далее, завязывать на размере смарт-контракта. То есть, такая прогрессивная шкала налогообложения. Если у вас большой смарт-контракт, то и вы платите больше. Но для этого нужно смотреть, сколько, в принципе, смарт-контракт занимает места. И вот сейчас предполагается heap, который будет относительный размер следить. То есть, берется какое-то довольно большое число и к нему добавляется плюс один, когда в этой транзакции в стейт что-то кладется и минус один, когда стейт, соответственно, очищается. И как-то так. То есть, понятно, это изменение сейчас ни на что не влияет, кроме того, что мы раздуем размер блока, но это поможет в будущем. Еще из таких вещей это изменение стейт-тренд, которое называется A и B, heap это 2029 и 2031, которые предполагают тоже считать определенные метрики, нужные потом будут. То есть, сейчас они толком не нужны, но они нужны будут потом. Стейт-тренд A предполагает ввести специальный смарт-контракт, который будет деплоиться при помощи Create2 на всех сетях будет иметь из-за этого одинаковый адрес. И там предполагается такой довольно простой смарт-контракт, которому ты передаешь на вход число E, и он тебе возвращает E-тый слот свой. А изменение 2031, который стейт-ренд B, оно предполагает хранить в нулевом слоте количество транзакций, которое прошло. Опять же, сейчас это не для чего не используется, но в будущем это предполагается использовать для вычисления нонса аккаунтов, которые сначала удалились, потому что слишком долго не использовались, а потом снова появились, потому что на них кто-то скинул эфир. Идея в том, что этих аккаунтов не должен нонс сбрасываться в ноль, потому что иначе будет возможно передеплоить смарт-контракты, потому что, как известно, Create, оп-код, он зависит от аккаунта и от нонса, а представим, у нас существовал какой-то аккаунт, у него нонс был N, после этого им долго не пользовались, он удалился, а после этого им снова воспользовались, у него нонс снова единица, и фактически можешь заново выложить некоторые смарт-контракты, то есть сгенерировать тот же самый адрес. И поэтому нам нужно завязать так сказать нонс таких аккаунтов на какое-то довольно большое число, которое не повторяется, и, например, на количество транзакций предполагается. Я, наверное, добавил, что в целом вот этот StorageRent или StateRent это большое, очень изменение, которое разбито на отдельные этапы, там целая схема с шагами, которые нужно предпринять, чтобы все эти изменения в целом заработали на полную мощность, и лучше как бы, если эта тема интересна, надо просто туда нырять и читать. Да, там изменения сейчас написаны по-моему английскими буквами от A до S, то есть очень много. Подожди, каждая буква, я немножко, надо сказать, забылся в деталях, но давай поясним глобальную картину. Три буквы от A до S, они обозначают как бы разные, как это сказать, разные варианты прайсинга, то есть как бы разные тарифы in a sense. То есть они являются взаимоисключающими, или это просто разные варианты брать деньги за storage? Нет, идея в том, что есть какая-то сейчас, сейчас есть какое-то четкое видение роудмапа, которое может поменяться в следующей версии, а следующая версия будет, но от A до S это этапы, которыми мы придем от, ну, к стейтренту фактически, то есть они не взаимоисключающие, а наоборот нужные, они подряд идут в определенном порядке, и они все нужны. Ну, то есть у нас есть это видение, и вопрос в том, как туда прийти наименее диссераптив способом, то есть ничего не сломать, поэтому мы делаем последовательностью из там 20 шагов. Да, и поэтому, например, сейчас вот есть вот такие изменения, которые добавляют лишних полей, но фактически на них ничего не завязано, а в будущем на них будет завязано, потому что мы постепенно-постепенно приходим, этап за этапом, и вот это от A до S это этапы, они все нужны. Да, ну, это, конечно, нелинейный какой-то порядок, это там граф, по сути, там есть зависимости между этими буквами, ну, и понятно, что можно в каком-то порядке их применять, имплементить, ну, и, собственно, вот как бы текущий план, что все это полностью заработают спустя 3 hard fork. Я, наверное, хотел бы добавить еще в целом про RENT, то, что сейчас запись сторож, конечно, дорогая, но как бы это делается один раз, это может, например, делать пользователь, поэтому сейчас нет какой-то сильной мотивации, очень сильной мотивации стараться ограничить себя в использовании сторожа, и, собственно, многие контракты как бы пользуются им на полную, и действительно их там записано огромное количество данных, которые обладают низкой в общем ценностью, и за это платят все остальные, и сторож рент, и одно из изменений газа, собственно, нацелен на то, чтобы люди меньше записывали в сторож, а, например, больше данных предоставляли в качестве аргументов транзакции, это может там осложнить жизнь, и даже как-то повлиять на безопасность в краткосрочной перспективе, потому что надо больше данных генерировать, передавать и так далее, но поможет эфириуму в долгосрочной перспективе, потому что меньше данных будет в стороже вообще, и поэтому доступ туда будет быстрее, что на чтение, что на запись. Завершая наш разговор, друзья, задам такой вопрос. Есть ли у вас какое-то общее ощущение от Истанбула насчет того, куда он движет эфириум? То ли это набор каких-то случайных изменений, просто чтобы привести все в порядок, то ли за ним стоит какая-то мысль? Ну смотри, Вань, первое, что хотелось бы сказать, это, хотя мы не особо коснулись этой темы, но существует целый ряд гипов проэллиптические кривые, но это такой очевидно тренд в эфирном сообществе, ну видимо ZK, Snarky, Privacy, в целом, да, упор на криптографию явно был в Истамбуле. Помимо этого, там ведется полномерная работа по как бы подкручиванию параметров сети под текущие реалии, там пересмотр стоимости газа, например, для некоторых операций, которые стали требовать больше ресурсов и другие подобные изменения. Есть серия изменений, направленных на улучшение самой EVM, это то, что называется ИТХ1.x, то есть пока мы ожидаем эфириум 2.0 с его Евазмом и прочим, это не повод оставлять текущую сеть как есть, не пытаться ее улучшить и развивать и так далее. Помимо этого, есть серия разрозненных изменений, направленных на улучшение поддержки Layer 2 решений. Например, в Константинополе для этого ввели Create 2, сейчас изменения с ChainID, которые помогут метатранзакциям и другие изменения, которые способствуют внедрению Zero Knowledge каких-то решений. Помимо этого, плавный переход от использования Storage, попытки, скажем так, мотивировать людей меньше забивать Storage всяким ненужным мусором, а какие-то не очень ценные данные передавать в качестве аргументов транзакций. Это станет еще более актуально, когда полностью будет запущен Storage RAND, но уже сейчас можно видеть движение в эту сторону. Окей. И тогда последний вопрос от нашего слушателя WinterSG. Если вам нравится Ethereum, то что вы в нем видите? Что для вас могло бы быть проектом мечты на Ethereum, и какую роль вы отводите ему в мире будущего? Немножко философский вопрос, но мне кажется интересный. Это вообще несколько вопросов. Что мне в нем нравится? То, что это работающая система с большой экосистемой, много разных пользователей, много разных проектов. То, что ключевое для меня, наверное, свойство Ethereum, без которого он бы для меня не представлял такого интереса, это наличие смарт-контрактов, потому что с их помощью почти любую логику можно запрограммировать, и главное, почти любую логику можно привязать к Ethereum, что нам дает огромное разнообразие всяких Layer 2 концепций, пока не совсем решений. Мне кажется, что эта роль у него сохранится, хотя бы потому, что есть сообщество, которое никуда не денется, и большое количество очень умных людей прикладывают усилия, чтобы здесь все продолжало развиваться, и те проблемы, которые сейчас как бы реально ограничивают развитие сети, в дальнейшем, я думаю, их удастся решить. Честно говоря, у меня немного не такой взгляд, и он довольно, ну, возможно, странный. Мне просто интересно посмотреть, что будет. Ну, то есть, есть целый ряд интересных решений, хаков, на которые просто буквально посмотреть интересно, например, Generalized State Channels, это моя любимая, конечно, тема, но вот это просто вау, думаешь, и кажется красивая, просто красивая идея, и тебе интересно посмотреть, что будет дальше, то есть, это чисто интерес наблюдателя, поэтому я не могу, честно говоря, загадывать, что будет в итоге с экосистемой, ну, если не взлетит, то мне было приятно посмотреть, если взлетит, то круто, буду смотреть дальше, как-то так. Класс, спасибо, друзья. Я еще хотел добавить, что мне кажется, что DeFi это та тема, которая очень сильно сейчас будет развиваться, и я буду очень рад, если она, собственно, взлетит, и многие финансовые инструменты переедут на какое-то подобное решение, и фактически, я надеюсь, что Ethereum удастся изменить финансовую систему в мире. Звучит вдохновляюще. Ну что ж, спасибо, друзья, спасибо нашим слушателям и Сергею, который, к сожалению, от нас уже отключился. С вами был подкаст «База и блог», 75-й выпуск. Мы обсуждали Hard Fork в эфириуме «Истанбул» с Евгением Марченко и Павлом Кондратенковым из компании SmartDeck. Подписывайтесь на нас в iTunes, по RSS, также заходите в наш BB-чат в Телеграме, подписывайтесь на канал в Телеграме, везде ставьте лайки, оставляйте отзывы. Спасибо, пока! Всем пока! Пока!